Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я модератор нашей такой дискуссии, которая, в общем-то, для меня лично кажется очень интересной. И посвящена она будет тему, которую меня зовут Александр Гриня, на всякий случай напомню. Оппонирует, кстати говоря, мне сегодня президент проекта «Цивилизация» Владимир Иванов. Оппонирует. Да. А вас всех прошу подключаться к дискуссии, к обсуждению, потому что, в общем, наверное, есть что обсуждить. Тема, предлагаю, примерно так должна звучать, с моей точки зрения. Это новая лунная гонка, полеты на Марс, ну и фигура Илона Маска, привязанная к этим тем. Сегодня уже никто не сомневается, что человечество вступило в новую стадию космических исследований. Надеюсь, вы тоже с этим согласны. Напомню, что последний раз на Луне человек побывал в 1972 году. Закрылась Аполлон программа в 1975 году, совместным полетом с Союзом, если помните. И вот, обращаю ваше внимание, и все это, конечно, безусловно, помнят и знают, что уже вот примерно сколько получается 40 лет ни слуху, ни духу, ни о движении на Луну, ни куда-либо в космос за низкие околоземные орбиты. Это очень важный момент, который мы все время подчеркиваем с точки зрения конспирологии, о том, были ли американцы на Луне или не были. Сегодня об этом не будем говорить, а давайте вот просто я здесь приведу несколько буквально примеров, просто для начала, для того, чтобы это было системно. Сейчас уже все практически ведущие страны мира включились в эту космическую гонку, которую можно пока условно, конечно, называть новой лунной гонкой, но она на самом деле включает в себя и гонку за Марс, как приз и так далее. Ну, я вот приведу здесь конкретику. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА